Томская область В городе Томске есть группа компаний, в отношении которой в течение достаточно продолжительного времени, порядка пяти лет до, были совершены противоправные действия, вымогательства денежных средств. Со стороны начальника управления внутренних дел Томской области, господин Савченко был арестован в январе 16-го года. Именно за вымогательство денег у этой компании? В виде автомобилей, в виде айфонов. То есть он хотел взятку, предполагаемую, будем аккуратны юридически. В виде мобильных телефонов трех. Слушайте, я не слышал еще, чтобы взятку начальник управления МВД по борьбе с коррупцией айфонами брал? Айфонами и автомобилем Toyota Highlander. Эфирного времени не хватает, чтобы рассказать обо всех подробностях, которые стали известны в ходе журналистского расследования. После того, как предприниматель Кривошейн отказался от дальнейшего покровительства полицейских, в его компании тут же начались налоговые проверки, которые, конечно же, выявили определенное нарушение. Но вскоре после проверок сотрудница, проводившая их, была уволена. Генерал приглашал к себе на встречу в кабинет предпринимателя Кривошейна Андрея Александровича. Это как факт утверждаете? Как факт. Или все документировано? Неоднократные встречи были. Кто этот Кривошейн? Кривошейн – это как раз руководитель группы компаний. Господину Кривошейну он предложил передать ему автомобили по его выбору путем переписки по электронной почте с сыном генерала Митрофанова. То есть, ну, какую машину хотите, и все это по электронке, и все документируется? Да. И даже следы не скрывали? Не скрывали. Однако, оставив государственную службу, бывший чиновник продолжает совершать преступные действия по отношению к честным гражданам Российской Федерации. И в СМИ постоянно появляются новые статьи о деятельности Митрофанова и его причастности к разведению коррупционной составляющей в Томской полиции. Вы уволены с поста начальника, я правильно понимаю, УВД? Да, 2 июня указан президент Российской Федерации. А почему вас Мазерати не интересует? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Нет, такого машины никогда не было. Вот я спрашиваю, почему вы на Порше сосредоточились, а не на Мазерате, например, или Феррари? Не вы лично, ваш сын, Тимофей Игоревич? Я думаю. Почему именно на Порше глаз положили, не на другую марку? У меня, честно говоря, не совсем прямая вопроса. Вот передо мной переписка вашего сына с предпринимателем Кривошейным, которая, как я предполагаю, и привела вас, генерала, к отставке. Да? Вопрос, почему именно Порше, а не другая какая-нибудь марка, спортивная, например? Переписка там еще до конца, они все ясны? Игорь Анатольевич так и не смог пояснить ведущему в прямом эфире, по какому праву он давал указания предпринимателю Андрею Кривошейну о приобретении на имя членов семьи высокопоставленного полицейского дорогостоящих автомобилей топовых марок отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Томской области. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Основанием для возбуждения уголовного дела послужили доводы заявления о мошенничестве Митрофанова, его супруге Митрофановой и их сына при создании Кривошейном ООО «Перцы» и передаче им дорогостоящих автомобилей, в результате чего потерпевшему был причинен значительный ущерб. Только задумайтесь, человек пишет заявление на высокопоставленного начальника и то только потому, что последний совсем перестал чувствовать границы дозволенного, а взамен следователи возбуждают уголовное дело в отношении самого заявителя. До какой же степени должен быть коррумпирован сотрудник, чтобы совершать такое должностное преступление? Насколько коррупированы чиновники в Томской области, что вместо помощи Кривошейну накинулись на него вместе с МВД, прокуратурой, Следственным комитетом, чтобы заставить его молчать и показать другим предпринимателям, что будет с теми, кто захочет бороться с коррупцией и не платить им дань? Когда деньги считают мешками, никакие законы уже не работают. У Игоря Анатольевича разработана целая схема того, как превратить жизнь бизнесмена в ужас. Помимо ареста Андрея Кривошейна, Митрофанов добился взыскания денежных средств по незаключенному договору займа при отсутствии каких-либо подтверждений получения бизнесменом от его сына Митрофанова денежных средств. Поскольку сторона ответчика, то есть Кривошейна, и оспаривала данный договор займа по его безденежности, и доказывала то обстоятельство, что денежные средства не передавались, безусловно, стороной истца должно было быть доказано, что такая передача имела место быть. Из полученной нами информации в ходе расследования в деле присутствуют нарушения, а именно нарушения тайны следствия, злоупотребления и превышения должностных полномочий. Свидетелем по данным уголовному делу Митрофановым для приобщения к уголовному делу в качестве вещественного доказательства следствию представлено независимое заключение специалиста-полиграфолога Кумского, которым сделаны заведомо ложные письменные суждения и незаконно подвергнуты сомнению вывода психофизиологических исследований, проведенных старшим экспертом отдела криминалистики СУСК России по Томской области Севастьяновым, который же, в свою очередь, по мнению Кумского, сделал выводы, которые не мог сделать в принципе, исходя из методики данных экспертиз. Обязанность по улучшению контроля за нахождением обвиняемого Кривошейна в месте исполнения меры причинения в виде домашнего ареста и надзора за соблюдением Кривошейна установленных запретов и ограничений возложить на УФСИН России по Томской области. Копию данного постановления направит следователю прокурора, обвиняемого также в УФСИН России по Томской области. Данное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Томский областной суд через Ленинский район суд города Томска в течение трех суток со дня его вынесения. Обвиняемый Кривошейн, вам решение суда понятно? Да, понятно. Право на обжалование понятно? Да. Суд продолжает удивлять фактами коррупции, так как из всех направленных Кривошейным заявлений надлежащим образом зарегистрировано лишь одно иные факты регистрации заявлений и обращений, как и сообщений о преступлениях, отсутствуют. Остальные же заявления просто пропали в данных уголовных делах. Указанная информация в первую очередь свидетельствует об отсутствии контроля за ходом расследования уголовного дела и иной процессуальной деятельности подчиненных сотрудников со стороны руководства следственного управления. Итогом данного бездействия явилось возбуждение в отношении Кривошейна уголовного дела по статье 172 УК РФ по надуманным основаниям и при наличии показаний лиц, находившихся в неприязненных отношениях. С 10 ноября 2016 года предприниматель заключен под домашний арест и бизнес практически парализован. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Вот так простое желание помочь своему региону избавиться от коррумпированных и охамевших чиновников обернулось для Андрея Кривошейна уголовным преследованием. Данное чрезвычайное происшествие в Томской области продолжается более шести лет, и никто даже не попытался остановить жадных и недобросовестных чиновников. А тем временем под загребающие руки томских чиновников продолжают попадать ни в чем не повинные рядовые граждане Российской Федерации. На наши многочисленные жалобы на коррупцию в мэрии, в прокуратуре, в судах, в полиции, соответственно, никакой реакции нет. У нас в стране президент сказал, что нет неприкасаемых, а в Томске неприкасаемые есть. Это судьи, это прокуроры, это чиновники мэрии, это застройщики, это неприкасаемые люди. В отношении них ФСБ не проводит никакой проверки, и мы годами ходим, оббиваем пороги. Только два громких дела у нас было ФСБшниками проведено. Это арест и доставка нашего бывшего мэра города Николычука, Николая Алексеевича из Севастополя, и дело Савченко, когда арестовали нашего борца с коррупцией, начальника УБЭП Савченко, за получение взятки в особо крупном размере. И то только потому, что по заявлению предпринимателя Кривошейна, который устал от его поборов. Несмотря на то, что в течение уже почти года ряд частных предпринимателей, лица, у которых имеются предприятия, небольшие предприятия на территории города Томска, обращались с неоднократными заявлениями, жалобами о коррупционных действиях должностных лиц, которые относятся к руководству различных правоохранительных органов Томской области, на эти заявления, к сожалению, адекватной, своевременной и правильной реакции не поступило. Но почему в стране с многомиллионным населением никто не оказывает поддержку в сложившейся ситуации? Почему жители региона вынуждены выходить на пикеты и просить государственную власть обратить на них внимание? Что властолюбивые и жадные чиновники настолько уверены в своей безнаказанности? Редакция «Момента истины» будет продолжать следить за развитием в этом непростом деле. Мы уверены, что проведя должную проверку, сотрудники правоохранительных органов все-таки обратят внимание на богатеющих чиновников, пусть и бывших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин